Египетские пирамиды Он первым обратил внимание на то, что каменное тело сфинкса имеет следы выветривания. Конечно, камни, возраст которых 4,5 тысячи лет, не могут выглядеть новенькими. Однако для того, чтобы древние статуи получили такие повреждения, необходимо, чтобы в течение длительного времени на него воздействовали вода и солнце. С солнцем, понятно, в Сахаре его предостаточно. Но вода, воды, то есть дождей, для этого нужно очень много. Тропические ливни тысячи лет должны точить этот камень, чтобы оставить следы, которые можно увидеть и сегодня. Но в Сахаре безводная пустыня, только солнце. Что говорит на этот счет официальная история? История молчит. Зато ответ на этот вопрос дают климатологи. Оказывается, воды в Сахаре когда-то было очень много. Горячие тропические ливни буквально заливали эту благодатную землю, и пустыня Сахара представляла собой цветущий рай. Правда, было это 10-12 тысяч лет назад. Что же получается? Пирамиды появились как минимум на 7-8 тысяч лет раньше? И построены они были, когда пустыня Сахара представляла собой еще влажные тропики? Но лишние 7-8 тысяч лет – это не шутка. Это огромный неучтенный кусок человеческой истории, о котором мы ничего не знаем. И таких белых пятен нашего календаря оказывается очень много. Ложная история – так называется исследование, которое вы увидите прямо сейчас. Самый знаменитый египетский фараон Тутанхамон на самом деле не существовал. Такое предположение выдвинула группа крупнейших специалистов по истории древних цивилизаций. Они детально обследовали гробницу и саму мумию, а также сопоставили все имеющиеся сведения о Тутанхамоне и пришли к выводу, что в начале 20-го века была осуществлена грандиозная махинация. По их мнению, вся археологическая экспедиция по поискам гробницы этого фараона являлась аферой. Сам саркофаг, он сделан из одного камня, а крышка, которая рядом лежит, из другого. Совершенно другого, другого цвета даже. Такого нет в египетских гробницах. У них есть саркофаг, делают из камня какого-то, такая же и крышка. Там она из другого. Причём крышка, видно, подлинная, и она почему-то расколота, гранитная. Почему она расколота? Там, в общем, очень прочный гранит в Египте. Если они просто сняли эту крышку с этого гроба, почему они её раскололи? В других местах они раскалывались, крышки. Такое впечатление, что они её раскололили нарочно, чтобы протащить через эти узкие проходы, которые они там сделали. Сама гробница – откровеннейшая подделка. Такими выводами учёных заинтересовались даже двое юристов из США. Бывший сотрудник ФБР Грег Купер и криминалист Майк Кинг. Они провели своё расследование, которое также подтвердило фальсификацию всего, что связано с Тотанхамоном. И речь идёт не только о нескольких сведениях из учебников истории, а действительно о подделке самой мумии фараона и всей гробницы. Более того, выяснилось, что и многие другие египетские фараоны придуманы. Если их всех попытаться расставить по времени правления, то место найдётся не каждому. Мы также не можем найти ничего из древнеегипетской цивилизации. В Египте невероятное количество археологических находок. Но они все относятся либо к Древнему царству – это IV-XI династия, Среднему царству – это XII династия, и Новому царству – XVIII-XII династии. А между ними пустота. Получается, что история Древнего Египта искусственно растянута и наполнена подложными событиями. Исследователи этого не исключают. И говорят, что в похожем положении истории Древнего Китая и Древней Греции. Греки сами истории непрерывные не ведут. Они не знали, где Олимпия. Греки не знали. Им об этом сказали немцы. Они не знали, где находится Троя. Им об этом сказал Шлиман. Существуют ли достоверные факты об истории древних цивилизаций, те, которым можно верить безоговорочно? Принято считать, что Древнему Египту не менее 40 веков. У Древнего Китая счет тоже на тысячелетия. И Древняя Греция поражает своим возрастом. Ведь он измерялся Олимпиадами, а по легенде основал их еще Геракл. Но, как выясняется, всему этому нет доказательств у современных ученых, придерживающихся традиционной версии хронологии. А все первоисточники не точны и оспариваются самими же историками. Тутанхамон умер в возрасте 19 лет. Так сообщает египетское министерство по делам древности. Но что стало причиной смерти, неизвестно. Можно только выдвигать гипотезы, что и делают все специалисты, интересующиеся этой темой. Для американских криминалистов Грега Купера и Майка Кинга расследование смерти фараона совершенно новый подпад. При просвечивании рентгеном в голове мумии они обнаружили осколки и заметили травму у основания черепа, как после сильного удара сзади. И тело так сильно забальзамировано, неспроста убеждены следователи. Сделано это, чтобы скрыть следы убийства. При дальнейшем осмотре уже всей гробницы Купер и Кинг делают вывод, поражающий даже их самих. Здесь захоронен не Тутанхамон. По сравнению с другими царскими гробницами это слишком проста. Более того, обнаружилось, что у части артефактов надписи стерты и заменены именем Тутанхамона. У криминалистов из США возникает масса вопросов. Похоронен другой фараон и выдан за Тутанхамона? Или вообще здесь мумия не фараона? Это была случайная путаница или целенаправленная махинация? Как оказалось, в истории Древнего Египта многие ученые находят нестыковки. Они гораздо безобиднее, чем подделка царского захоронения, но наличие таких фактов уже говорит о том, что фальшивки могут быть где угодно. Вообще-то мы знаем, что существуют многие совпадения в истории, даже признанные историками. Исаак Ньютон, знаменитый математик и физик, указал на одно из них в древней истории. Есть и другое, известное нам, касающееся египтян, где один император, фараон в египетской истории, был интерпретирован как два. Пирамиды, гробницы, сфинкс. Принято полагать, что начало их истории уходит далеко в древность, и возраст измеряется не одним тысячелетием. В учебниках они значатся, как одни из старейших сооружений на Земле. Информации о древнем Египте скопилось огромное количество, и кажется, что эту цивилизацию начали исследовать очень давно. Но на самом деле, обо всем, чем сейчас знаменит Египет, мир узнал непродолжительное время назад. Древний Египет открылся Западу, европейцам, американцам, русским, а Наполеон вошел в Египет. Он привел с собой не только свою армию, но и исследователей, и людей, которые могли оценить памятники. Его ученые написали огромные тома исследований, которые затем привезли в Париж, и это открыло древний Египет для современной цивилизации. Так что на самом деле истории Египта всего 250-300 лет. И не более 300 лет именно достоверной истории Египта. Все, что касается периодов до конца 18 века, только вымысел, предположения, версии. В этом убеждены несколько крупнейших исследователей. История этой, как считается, древнейшей цивилизации, писалась по отрывчатым сведениям, а зачастую из-за недостатка информации придумывалась, а иногда и намеренно фальсифицировалась. К такому выводу после проведенных исследований пришел британский ученый, специалист по цивилизациям Дэвид Ролл. В своей знаменитой книге «Проверка времени», изданной во многих странах, он подробно рассказывает об этом. Начинаются все проблемы с того, что есть пять династий царей. Некоторые правят, а временно с другими. Там действительно масса царей. Разные части Египта под правлением разных царей в одно и то же время. Это очень непонятное время. Если мы неправильно его исследуем, мы неправильно исследуем все то, что произошло до него. Еще одна небольшая тайна этого периода египетской истории, в 20-й династии. Это то, что существовало два царя, которые исследователи объединили в одного. Они превратили Рамзеса IV и царя по имени Хекамаатра Рамзес в одного и того же человека. Они сделали это, потому что считали, что он изменил имя после второго года правления. Но это не так. Сейчас мы обнаружили, что существует с первого по третьи годы правление обоих царей. Поэтому это не может быть один и тот же правитель. Изначально Дэвид Ролл наткнулся на ряд различных неточностей в изложении нескольких специалистов, изучающих историю древности. Дальнейший анализ материалов привел к настоящим сенсационным открытиям. Даже если предположить, что 31 династия фараонов была в реальности, то между периодами их правления обнаруживаются временные дыры. Нет никакой информации, что там происходило. Эти промежуточные эпохи очень непонятные временные промежутки. Самая большая проблема для нас это третья промежуточная эпоха, после Нового Королевства, эпохи Империи, оттуда начинаются трудности. Я считаю, что исследователи искусственно удлинили этот период. Немецкий историк Хериберт Иллиг подходит к этой путанице с количеством династий фараонов с большей категоричностью. Он предлагает часть их попросту исключить. По его мнению, нет никаких подтверждений тому, что они существовали. Для Иллига многочисленные фараоны того времени загадка, которую и не стоит разгадывать. Об этом он пишет в своей книге «Когда жили фараоны». И в ней же поднимает вопрос, есть ли вообще что-то правдивое в существующей информации об истории древнего Египта. Однозначно, здесь слишком много воздуха. С одной стороны, дело в обилии библейских историй, которые сложно датировать. Если упоминается некий фараон, значит, речь идет о каких-то совсем давних временах. Я бы вычеркнул эти египетские истории. Слишком много фараонов и никаких доказательств. Или сплошные противоречия. Один фараон делает что-то, что делал другой фараон две тысячи лет назад. Или, тоже непонятная вещь, египтяне в VI веке до Рождества Христова копировали египтян 25 века до Рождества Христова, так что мы их не можем различить. Судя по всему, это было одно и то же время, но по-разному датированное. Множатся списки фараонов стали в XIX веке, как раз во времена активного изучения Египта европейцами. Московский исследователь хронологии Глеб Носовский, поднимая архивы по Древнему Египту, пришел к выводу, что к концу XVIII века из материалов об этой цивилизации было всего-то ничего. Полторы страницы от немецких ученых в целом о Египте с перечнем из пяти наиболее легендарных фараонов и еще несколько фактов от греческого летописца Геродота. XVII-XVIII век о Египте, о египетской хронологии ничего никто не знает в Европе. Просто общее представление о том, что египтяне приписывают себе очень большую древность. И все. Каких-то, никто не знает. О Тонхамоне также не было никакой информации. Всемирно известным он стал в 1922 году благодаря английскому археологу Картеру. Картер проводил поиски гробницы фараона. Это, пожалуй, самая необычная археологическая экспедиция. И во время нее, и после возникало множество странностей, которые до сих пор оцениваются неоднозначно учеными-египтологами. Американские криминалисты Грег Купер и Майк Кинг были в числе первых, кто заявил, что гробница Тотанхамона может быть поддельной. К этому фараону пристальное внимание сохранялось все 20-е столетие. И до сих пор это самая исследуемая мумия. Получается, никого из специалистов не устраивают результаты бесконечно проводимых экспертиз. Следователи Купера Кинг тогда обратили внимание на стены гробницы. У них сложилось впечатление, что расписаны они наспех. Краска наложена очень небрежно. Об этом же говорит ученый Глеб Носовский. Вид гробницы его без преувеличения поразил. Он уверен, что картины, здесь изображенные, лишь выданы за старинную роспись. Я лично был гробницей Махамора, но меня произвела она очень глубокое впечатление. Я до того, как попал в эту гробницу, на самом деле верил, что это захоронение действительно поляное и такое же, как и другие захоронения в Долине Царей. Когда я туда попал, я сразу же понял, когда мы посмотрели вблизи, вот эти вот пятнышки, осыпавшиеся, они нарисованы краской. То есть взята кисточка, ее кисточку окунули в темную краску и много раз коснулись этой кисточкой нарисованной картины, из-за чего на ней появилось множество темных пятнышек, которые издалека производят впечатление осыпавшись красочным условием. Все совершенно были опешены. Тем, что мы там увидели, просто опешены. Это откровеннейшая подделка. Как правило, все гробницы в Долине Царей списаны внутри огромным количеством иероглифов. Видимо, родственникам хотелось как можно больше оставить информации об усопших. Но удивительно, что тут Анхамону не оказали такого рода почестей. Возможно, потому что он у власти находился недолго. По официальной информации всего 9 лет. Да и то из-за юного возраста за него управляли регенты. Или все-таки если придерживаться версии о фальшивой гробнице, недостаток надписи это недоработка тех, кто подделывал. Фальсификатор не знает, что написать. И чем больше он напишет, тем больше вероятности, что его подделку откроют. Поэтому фальсификаторы пытаются написать как можно меньше. И вот если сравнить гробнице Татанхамон, его саркофаг, с остальными саркофагами, то видно просто бросается куда-то. Все покрыты надписями. Мелкими иероглифами, крупными, мелкими, но там места свободного нет. Все изрисовано. А здесь буквально несколько иероглифов и все. Очень много чистого места. То есть вот это тоже яркий признак подделки. Что же получается? Теперь всем музеям мира, куда были проданы драгоценные артефакты из гробницы Тутанхамона, нужно срочно требовать возмещения, а не тоже подделка. А обнаружены действительно несметные богатства. Золотой трон и золотые носилки, статуи, вазы, саркофаг, обитый золотыми пластинами, огромное количество менее крупных золотых изделий и чуть ли не ящики драгоценных камней. Насколько я знаю, никто не смог бы подделать тысячи прекрасных артефактов древнего мира. Это просто бессмысленно. То есть артефакты действительно подлинные. Большое число подлинных золотых сокровищ. Дэвид Ролл уверен, что никто бы не стал так рисковать, наполняя гробницу фальшивками. Но при этом допускает, что часть из них не является настоящим. Фальсификаторы вполне могли перемешать новоделы со старинными драгоценностями. И в этом его поддерживают другие исследователи, которые подвергли детальному осмотру все доступные изображения артефактов. В гробнице сегодня смесь старых предметов, действительно старых, например, кинжалы, найденные на мумии фараона. Это старые предметы, там использована забытая в пользе Средневековья техника зерни. Но есть явно новый предмет, который уже был сделан по виду в сатам веке. Имитация под древность драгоценных вещей и других предметов в гробнице ничто с возможной подделкой самой мумии. Если все захоронение результат чьей-то придумки, претендующей на главную махинацию 20 века, если не всего тысячелетия, то и само тело Тутанхамона должно быть фальшивкой. Лаборатория антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской Академии наук занималась идентификацией мумии. Происходило это в рамках большого международного проекта. Необходимо было установить, кому принадлежат обнаруженные мумии. Сам предмет исследования в Москву не поступал. Экспертиза осуществлялась по присланным рентгенограммам. В первую очередь антропологи пытались определить возраст мумии, сколько лет было человеку, когда он умер. В рентгенограмме можно отлететь череп 20-летнего человека от черепа 60-летнего. Можно каким-то образом проследить степень сращения швов, степень стертости зубов тоже можно определить. Но, конечно, я думаю, менее точно все-таки, чем на обычном бы черепе это определили. Приблизительность идентификации. Вот с чем, как правило, сталкиваются ученые и не только антропологи. К исследованию обычно привлекаются специалисты из разных областей. Иногда их результаты дополняют друг друга и картина становится более объективной. Но нередко происходит подгонка выводов одних ученых под сведения других. Это касается не только мумий фараонов, а любых обнаруженных захоронений. Вот бывает захоронение у археологов часто там, скажем, вот им кажется, что это мужское захоронение, там оружие, там все лежит как мужчина одет. А вот нам череп приносит, ну мы никак не можем его как мужчину идентифицировать. Нам кажется, что-то женщина, вот просто женские черепы. Ну археологи когда говорят, ну вот никак, вроде бы войн, но мы делаем тогда войны, ну как мужчина. У нас же нет такого, чтобы мы четко на 100% определили, поэтому, а тем более если требуются нас, то мы, конечно, больше склоняемся к тому, что это был мужчина. Но если мы уже совсем не согласны с этим, то мы говорим, что это женщина, но, видимо, одета по мужскому и воевала. И если, тем более, может быть, есть еще тазовые кости, то тогда уже мы никак не можем согласиться с археологами. Тогда мы им настаиваем на свое мнение. Антропологи по особой методике пластической реконструкции восстанавливают внешний облик человека. Делается это на основе скелетных останков. Форму головы и черты лица создают по черепу. Затем полученная внешность, в данном случае возможного фараона, сравнивается со всеми описаниями египетских царей. Под чью описание попадает того и мумия. Но сами антропологи признаются, что отличительных черт, по которым можно идентифицировать мумии, не так уж и много. А сведений для сравнения и того меньше. Поэтому и получается приблизительное определение. Может, этот фараон, а может, другой. Ну, мы знаем, что в Нефертити вообще прекрасное скульптурное изображение есть, да? То есть, можно восстановить облик и сопоставить с прижизненными их изображениями самих фараонов. Таким образом. Можно, например, с какой-то долей вероятности сказать, что вот эта мумия скорее всего принадлежала Рамзесу Второму или Рамзесу Четвертому. Да? Не всегда это точное заключение, что это точно он. Но с чем сопоставлять ту же скульптуру Нефертити? Мумия этой, как считается, царицы, до сих пор не найдена. При этом сведений о знаменитой египтянке огромное количество. Откуда они взялись, если ничего не обнаружено, кроме знаменитого бюста? Когда скульптуру нашли, это была сенсация. Но она тут же прибавила вопросов относительно истории Египта. Нет ни одного четкого свидетельства происхождения Нефертити. То ли египтянка, то ли иноземная принцесса. Чьей женой она была тоже не совсем понятна. В качестве ее мужей рассматриваются несколько фараонов. Так сложилось, что эту скульптуру исследовало ограниченное количество специалистов. Ее нашли немецкие археологи и тайно вывезли из Египта в Германию. То, что это Нефертити, было решено по немногочисленным табличкам с надписями. Они валялись в той же мастерской, что и бюст. Нужны какие-то какие-то более-менее доказанные факты, но что-то более-менее основательное надо положить в основу египетской хронологии. Ну, на чем-то ее надо основать, хотя бы на чем-то правдоподобном, а не просто на пустом месте. Не имея стопроцентных доказательств по поводу того, чей это все-таки бюст, египетскую царицу объявили символом красоты. Уж слишком хороша была изображенная женщина. Однако, не так давно установлено, что на бюсте есть следы устранения курносости. В итоге, все черты лица стали точенными. Но, что самое удивительное, женщина, предполагаемая Нефертити, возможно, была слепой на один глаз. Во всяком случае, на скульптуре один глаз без зрачка. Но доказать все это или опровергнуть могла бы только обнаруженная мумия. С Тотонхамоном обратная ситуация. Мумия есть, а сопоставлять ни с чем. Существует золотая маска, которая лежала тут же в гробнице. Но если захоронение поддельное, то и маска фальшивка. Не существует надписей, в которых указано точное происхождение Тотонхамона. В то его отец тоже доподлинно неизвестно. Мы сталкиваемся с огромным количеством фальшивок. И историки, в отличие от математиков или представителей точных наук, а это же не точная наука. Почему? Потому что она не подвяжена. Что такое естественная наука? Это наука, где можно поставить опыт и эксперимент. Что такое гуманитарий или историк? Ты можешь поставить эксперимент? Нет. Ты бессильный. Понимаете? Ты бессилен. Вот. И поэтому мы либо доверяем. Есть, конечно, очень много экспиатных процедур, но есть дикое количество фальшивок. Дикое. И все время изготавливали. Был ли на самом деле в Египте фараон по имени Тотонхамон? Однозначно никто не сможет ответить. Много гипотез выдвигается по поводу того, какие способы могли применить фальсификаторы, помещая в гробницу тело не царских кровей. Оказывается, что купить мумию в Египте при наличии достаточных средств несложно. Или есть еще один вариант. Мумификацию произвели специально для этой гробницы. Сейчас есть специалисты, которые могут сделать мумию. Знаю, что есть технологии, которые очень ловко подделывают под старину. вопрос денег, сколько выделено. Это, конечно, сложно, безусловно, потому что надо, чтобы мягкие ткани, их же подделывают из трупа, чтобы мягкие ткани так высохли. Это надо какой-то особый режим создавать. Причем, чтобы они не порушились сильно, это все-таки должно произойти не очень быстро. Это, я думаю, достаточно сложная технология отбора воды, отбора жидкости без разрушения тканей. Как показывают примеры из истории, подделать можно все, что угодно и затем выдать за бесценный артефакт. И это будет сенсацией в мире науки не одно десятилетие. Мистификацией века оказался так называемый билдтаунский человек. В 1912 году в Англии любитель-палеонтолог находит недалеко от местечка пилдтаун часть черепа очень похожую на человеческую. Рядом валялась челюсть, скорее принадлежащая обезьяне, но с зубами человека. На заседании геологического общества Лондона артефакт производит фурор. Наконец-то есть свидетельство промежуточного звена между человеком и обезьяной, предсказанное Дарвином. На тему пилдтаунского человека защищаются научные труды. И лишь 40 лет спустя, когда применены более точные методы датирования, выяснилось, что человека обезьян подделка. Создавая фальшивку, махинаторы подошли к этому сознанием дела. Череп принадлежал человеку, жившему лет сто назад, а никак не миллион. Челюсть позаимствовали у орангутангу, а чтобы скрыть это, ее сломали. Зубы подпилили, сделав похожими на человеческие. К тому же все косточки покрасили, чтобы они смотрелись естественно в том месте, где были найдены. Эти новые сведения привели к грандиозному скандалу. Того, кто подделал артефакт, нельзя было назвать безобидным шутником, ведь он повел исследователей всего мира по ложному пути и существенно повлиял на развитие науки о происхождении человека. Если мумия Тутанхамона настолько же искусно подделана, а возможно это еще более совершенная фальшивка, то через какое время откроется правда? Но пожалуй основной вопрос кому это было нужно? Какую выгоду можно извлечь из столь затратной фальсификации? Пять лет длились поиски очередной гробницы в долине царей. Что двигало Говардом Картером непонятно. Ведь все археологи сходились на том, что отыскать что-либо в долине уже невозможно. Она перекопана насквозь, пересыпана каждая крупинка песка, но Картер искал. Поразительно, но он нашел. На месте изрытом вдоль и поперек английский археолог вдруг совершил открытие и из рядового египтолога сразу превратился в звезду первой величины. Эта гробница приобрела потом мировую известность, была раскручена средств массовой информации, в научных исследованиях, масса выставок, которые были показаны, находки, сделанные карты в этой гробнице. Однако уже в начале 20 века возникло мнение, что с этой находкой, с этой гробницей не все в порядке. Когда гробницу нашли еще больше года, внутри нее велись работы. При этом туда допускалось ограниченное число людей. Говард Картер говорил, что нужно подготовить, не торопясь к транспортировке, все обнаруженные богатства. Однако именно вот эти затянувшиеся сроки поиска и дальнейшие почти секретные работы внутри гробницы приводят исследователей к мнению, что Картер все это время активно занимался фальсификацией. Там много причин у него было подделывать. Деньги естественно главная причина. Такие вещи делаются ради денег. Им нужно было найти золото в Египте. Не могли они его найти. Им нужно создать туристическую приманку. Сколько они денег сделали из этого? Вы поймите, это не его даже идея была. Естественно, он сделал это вместе с египетским правительством того времени. То есть, он служил Карванону, а потом, поняв, что найти не может, деньги истрачены, либо он должен сознаться и признаться своим поражением, ну вот, он пошел другим путем. Он пошел путем подделки. Если такое действительно возможно, то в любом случае сложно сейчас подсчитать, насколько эта афера была выгодной. Но эксперты, которые попытались прикинуть рентабельность такой махинации, уверены, что Картер прилично заработал. Египетское правительство также было при прибыли, поскольку большая часть сокровищ из гробницы продалась за немалые деньги в разные музеи мира. Плюс толпы туристов, приезжающие взглянуть на Тотанхамона. Египет и его правительство привлекали туристов в Египет. Это деньги, это влияние, это известность. И для этого раскрутили гробницу как пример замечательного древнего искусства. А ведь существует еще нашумевшая и очень странная история о множестве смертей. Несколько человек, имеющие отношение к гробнице Тотанхамона, уходят из жизни один за другим. Среди умерших те, кто вскрывал погребальную камеру, делал рентгеновский анализ мумий, также хранитель экспонатов из гробницы, куратор отдела египетских древностей в Британском музее. Они умерли, потому что знали или догадывались о фальсификации. Такое объяснение смертей кажется более разумным, чем проклятие гробницы, о котором очень много говорят. А первой жертвой стал заказчик и спонсор археологической экспедиции лорд Корнарвон. Если бы я на месте лорда Корнарона зашел в эту гробницу, то я ни секунды бы не сомневался, что это подделок. Хотя я по многим гробницам походил, египетским, и... вот кроме этой я ни одной поддельной не могу назвать. Все остальные поддельные. А когда лорд приехал и он ему показал, ну я думаю, что у него было такое впечатление, как и у нас. Потому что ну грубо, грубая подделка, грубейшая. Вот. После этого он умирает. Буквально там на следующий день, очень скоро. Прямо там в Египте он умирает. Заражается какой-то болезнью. Потом умирает его жена. Леди Карванос. Заказные убийства, которым имеет непосредственное отношение Говард Картер, это лишь версия. Но рассматриваемое предположение звучит сенсационно. Фальсификаторы и люди, стоявшие за их спиной, убирали очевидцев, свидетелей этих раскопок. Дело в том, что сохранились многие факты, которые говорили, что участники раскопок отмечали многие странности и чтобы они не стали достойной властности, людей просто убирали. Возможные махинации английского археолога Картера это лишь часть действий европейских ученых, повлиявших на составление истории древнего Египта. И писали они ее сугубо по своему усмотрению. Это становится понятным, если сопоставить сведения о том, как проводились первые исследования. В конце 18 века Наполеон со своей армией вторгся в Египет. Чуть позже сюда прибывают французские ученые. Они сталкиваются с серьезной проблемой. Ничего из того, что начертано на памятниках и на папирусах прочитать нельзя. Древняя египетская письменность иероглифическая. И она к тому времени была полностью забыта. Но французам несказанно везет. Среди их трофеев большая плоская плита розетский камень. Вот он и стал главным предметом, сыгравшим роль в расшифровке иероглифов. Однако, по мнению ряда современных исследователей, роль эта почти фатальна, поскольку явилась причиной многочисленных ошибок в понимании древнеегипетской цивилизации. Там много очень абсурдного в истории Египта и в хронологии. Ну, а если посмотреть, когда расшифровки египетской истории возникли вот в нынешнем виде, то окажется, что это на самом деле девятнадцатый век, уже после того, как Наполеон зашел в Египет. Бита и язвы, альмагель от изжоги и боли в желудке. На розетском камне написаны тексты на трех разных языках. Первый изображен иероглифами, второй на неизвестном языке, третий на греческом. Сразу же предположили, что текст на всех трех языках один и тот же. И казалось, стоит только сопоставить греческий с иероглифами и расшифровка получена. Но обнаружилось, что способ этот невозможно применить. Иероглифы занимали четырнадцать строк, а греческая надпись пятьдесят четыре. Как их сличить? Многие ученые пытались расшифровать иероглифы, но безуспешно. Удалось это сделать, как считается французскому исследователю, знатоку многих языков Франсуа Шампольон. Если бы Наполеон не захватил Египет, Шампольон, великий исследователь иероглифов, никогда не получил бы возможность записать и расшифровать иероглифы. И если бы этого не произошло, мы бы до сих пор ничего не знали о Древнем Египте. Именно способность прочитать и понять, что означал текст, дала нам хоть какое-то понимание истории Египта. Шампольон действовал путем подбора, но сразу же предположил, что иероглифы это буквы, а не картинки и понятия, как думали многие расшифровщики до него. На определение египетских букв у Шампольона ушло несколько лет. Итог его работы во многом был потрясающим. Однако не все египтологи того времени сочли верным вариант Шампольона. Роль Шампольона очень двусмысленна и в каком-то виде даже негативна, поскольку его расшифровка иероглифов часто вводят египтологов на ошибочный путь. И сегодня необходимо было бы заново вернуться к проблеме для шифровки надписей старого Египта и выяснить, все ли переводы Шампольона правильные, аутентичные. К чему могла привести неправильная расшифровка иероглифов? К глобальному заблуждению относительно всей древней истории Египта. поскольку информация, полученная из наконец-то прочтенных надписей на памятниках, храмах, гробницах, стала основой хронологии региона. Все датировки египетские это полнейший произвол. У них там несколько школ было египтологов, длинные хронологии, короткие хронологии. Они между собой спорили, но ни та, ни другая страна никаких доказательств не предъявляла. Они начинают изучать вопрос, начинают с датировок, которые прыгали на 15 тысяч лет, то есть сначала одну, потом другую. Никаких оснований для этих датировок нет. Расшифровка египетских хиероглифов условна. И в этом сходятся многие ученые. Вот даже один пример. Имя Тутанхамон писалось как ТТНХМН и не более, поскольку гласные звуки в древнеегипетской письменности не передавались. А при таком прочтении сколько возможно интерпретаций и домыслов по поводу того, как это слово звучит в полном размере. Множество. Но тем не менее, пользуясь алфавитом, составленным Франсуа Шампольоном, в Египте читаются все иероглифические надписи. Других вариантов расшифровки на сегодня больше никто не предложил. Шампольон получил славу человека, знающего язык фараонов, и в Египте был допущен ко всем памятникам. А предложенные им даты создания того или иного архитектурного сооружения воспринимались как единственно правильные. Однако разработчики новой хронологии, которые убеждены, что история человечества намного короче, чем официально считается, подвергают сомнению данное Шампольон. А датировку храма в Дендере определенные французам вообще называют фальсификацией. Было где-то два картуша. Рядом с кругом зодиаком на крыше дендерского храма есть круг зодиак, и рядом много изображений, в частности, вот два картуша. Картуша это такая рамочка, в которой написано имя. В данном случае Шампольон вычитал из этих картушей имена римских императоров Клавдия и Нерона. И на этом основании сделал вывод, что храм построен во времена Клавдия и Нерона, то есть первого века нашей эры. Но если сегодня посмотреть на эти картуши, они сохранились, они есть, то там они пустые. Причем не то, что они там стерто, что там вообще ничего не было, они совершенно целенькие, пустые, карт, что здесь такое? Уве Топтер, крупнейший европейский исследователь древности. Его книги о разоблачении фальшивок истории. Топпер также пришел к выводу, что нельзя уверенно говорить о возрасте Египта, тем более приписывать ему историю в несколько тысячелетий. На данный момент нет точных данных об этой цивилизации. Исправление ошибок. Следующая задача. Первичная задача состоит в том, чтобы выяснить, как возникла эта хронология, кто ее создал, когда, с какой целью, и это работа для нескольких поколений, которая еще не закончена. Она делается постоянно, в нее вносятся коррективы, нужно точно знать весь процесс возникновения во всех подробностях, и при этом знать цели, тематику, по которой что-то делалось, и только тогда мы можем приступить к составлению другой хронологии взамен этой. Причинами ошибок в хронологии древнеегипетской цивилизации могут быть и фальсификации, и неверное толкование иероглифов, случившееся в последние 250 лет, с того времени, когда регион, по сути, с нуля, стали изучать европейские ученые. похожая ситуация с историей древнего Китая. Он стал известен всему миру тоже благодаря европейцам, с приходом в 16 веке в эту страну миссии ордена иезуитов. Официально возраст Китая 5000 лет. Но Уве Топпер убежден, что статус одной из старейших цивилизаций принадлежит ему не по праву. В этом его поддерживают и другие ученые. Как долго существовала Китайская империя, я имею в виду, при самых разнообразных династии, может быть, это было короче, чем сейчас принято судить, понимаете? Но я имею в виду не тысячелетия, но по крайней мере многие столетия, несомненно. Немецкий следователь Уве Топпер не один год потратил на изучение всего материала, имеющего отношение к древнему Китаю. И выяснилось, что множество событий, династий, императоров были попросту сочинены иезуитами. Этот мужской монашеский орден Римско-католической церкви выполнял установку Ватикана по придумыванию древней истории Китая. Простираться она должна была до самого всемирного потопа. Озвученная Уве Топпером версия о Ватикане, заинтересованном в древности Китая, вызывает очень важный вопрос. Зачем это нужно было? В чем здесь интерес Ватикана? Поднимая архивы, Топпер нашел немало информации о деятельности иезуитов в Китае. Но первое, на что обратил внимание немецкий исследователь, странная смерть миссионера Николя Триго. В 1628 году в Париже среди членов монашеского ордена иезуитов это была самая обсуждаемая тема. Триго не так давно вернулся из Китая. Был там активным участником миссионерской деятельности иезуитов. Но последнее время в Париже вел совершенно одинокий образ жизни. Кто его видел, говорили, что он находится в состоянии сильного душевного напряжения. И вот новость. Отец Триго повесился. Однако многим иезуитам была понятна причина самоубийства. Ведь стало известно, что знаменитый памятник Нестарианская Стела поддельный. А обнаружен он в Китае как раз во время работы там Николя Триго. Более того, фальсификацию связывали напрямую с именем этого иезуита. Триго обвиняли многие исследователи того времени. И даже среди членов монашеского ордена были те, кто не одобрил поступок своих соратников в Пекине. А к фальсификации была причастна, вероятно, вся миссия иезуитов в Китае. Стелла была очень плохо подделана. И это достаточно быстро бросилось в глаза. Отец Триго, который дал указание сделать этот камень вместе с китайским помощником, уже в Европе не перенес этого и совершил самоубийство. Для чего нужна была махинация? Оказывается, что эта история имеет непосредственное отношение ко всей большой в несколько веков деятельности мужского монашеского ордена Римско-католической церкви в Китае. А свелась их работа, по мнению Уве Топпера, к написанию новой, более удлиненной хронологии Древнего Китая. Когда обнаружили нестарианскую стелу, ее сразу же назвали древнейшим памятником христианства в Китае. На этой плите надписи обоснования общины христиан в Китае в 7 веке. Удивительное совпадение, что стела, которая, как было заявлено, изготовлена 900 лет назад и сразу же утеряна, вдруг находится. Да еще настолько вовремя. Как раз во времена активной деятельности в Китае католических миссий, когда те изо всех сил пытались обнаружить в этой стране какие-либо следы присутствия христианства. Что касается фальсификации стелы, естественно, это было выгодно. Это нестарианская стела в Сиане, на которой была надпись на сирийском, должна была свидетельствовать о том, что христиане были в Китае уже тысячи лет. Это нужно было миссионерам, чтобы привнести некоторую степень законности в их деятельность. В Китае с большим уважением относятся ко всему древнему. Таким образом, иезуиты могли сказать, посмотрите, христианство принято здесь уже несколько тысяч лет. Для ордена Римско-католической церкви такое весомое доказательство было большим плюсом. Ведь в этом случае у них становилось еще больше прав провозглашать Евангелие в Китае. С середины 16 века иезуиты разъехались по миру с определенными миссиями. Но основная нести христианство в массы. Китайские императоры благоволели посланцам Ватикана из-за их знаний в области астрономии и математики. Но, что самое главное, правители Китая использовали иезуитов для написания истории своей страны. Она на тот момент фиксировалась циклами по 60 лет. Не было определенного начала и четко выстроенной хронологии. Уве Топпер, изучая архивы монашеского ордена, нашел подтверждение тому, что иезуиты охотно взялись помочь китайцам. Китайская история построена точно по библейскому образцу, с очень длинными датами. Авраам жил за 2000 лет до Христа и в Китае должна была быть династия 2000 лет до Рождества Христова. Это было хорошо для императоров Китая иметь долгую историю, к которой можно было обратиться. С другой стороны, она была полезна католической церкви, потому что Китай перенял хронологию христианства. Иезуиты, конечно, думали, что они таким образом также смогут крестить Китай. Успех был не очень большим. Они смогли крестить некоторых китайцев, но в целом христианская церковь не смогла распространиться там настолько, насколько в других странах. Монашескому ордену не составило труда пойти с китайскими императорами на сделку. Свою систему морали сами иезуиты называли приспособительной. В зависимости от обстоятельств они могли произвольно толковать религиозно-нравственные требования. Конечно, в выгодном для себя ключе. Позже слово иезуит приобрело даже переносное значение. Так называют хитрых двуличных людей. Такая позиция позволяла ордену с успехом вести свою деятельность во многих странах, в том числе в Китае. Начало китайской истории они меняли. Вообще такие более-менее достоверные сведения они тянут с какого-то 6-7 века до нашей эры. Но по некоторым сведениям это было несколько тысяч лет до нашей эры. По некоторым сведениям 15 тысяч лет. У них есть мифические древние династии, про которых ничего не известны, которые очень древние. Иезуиты корректировали историю Китая, а по сути придумывали новую при помощи нескольких китайцев. Уве Топпер считает, что это была вынужденная мера. Одни европейцы попросту не справились бы с такой широкомасштабной аферой. Ведь нужно было переписать книги, в которых затронута прежняя история Китая. Да, есть документы. А именно то, что писали сами иезуиты. Я не могу прочесть их на перевели их и на латынь тоже. Сейчас мы можем прочесть и эти латинские записи иезуитов. Они также переведены на английский, французский, немецкий. И там записано все, что создавалось в процессе и в течение 450 лет, на протяжении которых иезуиты задавали тон в Китае и меньше занимались политикой, а больше историей. И установили новую хронологию. Этот процесс произошел не в один момент. То есть они не быстро что-то сфальсифицировали и превратили в жизнь, а на протяжении 450 лет писали историю из остатков заново. В Институте Восточных Летописей Российской Академии Наук подтверждают, что первые сведения о Китае стали известны миру от иезуитов. Здесь в отделе Древнего Востока собрана коллекция уникальных летописных и старопечатных материалов. Целенаправленное и достаточно систематическое изучение Китая началось именно с иезуитов. Задачей была первая задача изучить язык. Вторая задача конечно понять менталитет китайца, с которым иезуитам приходилось работать. И в общем-то были введены в научный оборот такие основополагающие памятники китайской культуры как Луньёй излагающие взгляды мудреца Конфуция и других философов которые в общем-то примыкают к конфуцианской школе. И собственно говоря затем пошел процесс представления европейскому миру китайской истории. В составлении этой истории члены миссии ордена иезуитов пошли на многие махинации уверен Улья Топер. Они не только придумали тысячелетия уходящие в период до нашей эры, но и приписали массу событий в первые десять веков нашей эры. Мы можем представить династию Тан как продукт деятельности иезуитов в той связи, что она является придуманным блоком в 300 лет, ставленным в определенное место в китайской истории. Это был отец Габиль, французский иезуит. Он написал многотомную историю династии Тан, в которой использовал не имеющие к этому делу записи, сделанные некоторое время до него. Он написал все это так последовательно и хорошо, что сейчас считается эта история историей династии Тан. Также было создано множество художественных произведений, прекрасные керамические и бронзовые фигуры, которые приписываются этому времени истории искусств. Все это фиктивная конструкция, по которой можно понять, как и когда она была сделана. Такая насыщенная и красочная новая история не могла не понравиться китайским властителям. Статус одной из древнейших цивилизаций мира льстил им, убежден Уве Топпер. Директор Института Восточных Летописей Ирина Попова подтверждает желание китайских императоров преподнести себя всему миру в самом выгодном свете, в том числе и возвеличиваясь при помощи ордена Римско-католической церкви. Услугами иезуитов воспользовался император Цянь Лун, когда решил широко прославиться за пределами Китая. Он сам себя называл старец-победитель десяти, поскольку провел десять завоевательных походов. Вот этот альбом, альбом по воеванию западного края Синьцзяна, он самый первый. История его создания довольно интересная, довольно длительная. Потому что Цинь Лун, ему вообще были известны такого рода европейские изыски от иезуитов, творчество некоторых художников он знал, и он решил именно в виде гравюр запечатлеть свои победы, в чем ему помогли иезуиты, служившие при дворе. Заказ на создание гравюр получил известный парижский мастер Франсуа Кашин. Он был поражен тем, насколько серьезные деньги дают за исполнение. Более того, выплачивают солидный аванс. Мастер набрал помощников, потому что с таким объемом работы одному никак было не справиться. И можно представить, какой сложности и ценности были эти альбомы с картинами, восхваляющие китайского императора, учитывая, что делали их в парижской мастерской 20 лет. При довольно сложных обстоятельствах эти картины были в Китай отправлены и было отпечатано с них сначала 200 экземпляров. Но не все они были отправлены в Синлуну, а часть из них разошлась по Европе, по богатым домам, по домам правящих фамилий. Когда картины были получены Синлуном, он решил увековечить победы не только визуально, но и своими стихами. Он написал по поводу каждой победы стихи, и они с методом аксилографии были допечатаны сверху. Кроме того, он предпослал данный конкретный альбом своим предисловием. Неудивительно, что при таком взаимовыгодном сотрудничестве иезуиты оставались долго при дворе китайских правителей. К тому же работа по переписыванию истории не быстрый процесс. Однако, почему не выяснилась правда, когда в 17 веке французский ученый Иосиф Скалегер приступил к составлению хронологии истории всего человечества. Оказалось, что к тому моменту в нужном виде были изложены все псевдоисторические документы. За основу расчетов хронологии древнего Китая берется периодичность появления кометы Галлея. Она возвращается в зону видимости с Земли каждые 76 лет. Первое наблюдение кометы относится к 240 году до нашей эры и записано оно в китайском материале Пши Цзы. Все последующие замеченные кометы также зафиксированы в китайских исторических источниках. При этом самые древние только в китайских. А примерно с 4 века нашей эры свидетельства о комете есть уже в европейских материалах. Почему большой период времени в древности комету видели только в Китае? Можно предположить, что здесь более тщательно отслеживали движение небесных тел. Действительно считается, что китайцы были великими астрономами, но, к примеру, в средние века их знания в астрономии серьезно уступали европейским и улучшились только с приходом в Китай иезуитов. В Европе занимались астрономией в более техническом ее проявлении. И когда математику иезуиты привезли в Китай, началось развитие астрономии и там. Иезуиты, когда пришли в Китай, привнесли свое правильное видение зодиака. Так что астрономия, которую долгое время практиковали в Китае, стала современнее, как и в Европе. И они получили самые современные приборы из Европы и самостоятельно занимались исследованиями далее. Учитывая версию Уве Топпер о том, что иезуиты принимали активное участие в написании истории Китая и даже в подделке древности, возможно, они и составили фальшивые списки появления кометы. Этого нельзя исключать. Ведь фальсификаторы могли предъявлять такие списки как доказательства очень большого возраста Китая. Исследования немца Топпера дополняют ученые из МГУ Анатолий Фоменко. Он детально рассмотрел кометографии, каталоги наблюдения комет и сделал вывод, что они действительно подделаны. На один список показал очень странное обстоятельство. Эти списки очень плотны, кометы, то есть буквально в один год часто бывает не одна комета, а много комет. Их видели, якобы их появлялось на небе Китая очень много. Чего мы не видим. В наше время в 20-е веке, в 19-е веке кометы появляются редко. И так, чтобы в один год попадало по 2-3 иногда по 10 комет, такого не бывает. Будет очень простой. Оказалось, что эти так называемые китайские списки комет получены путем склейки низких списков их дублирований. Это некая фикция, основанная на том, что мы имеем дело с непроверенным и сильно размноженным материалом дат. Если появились подложные каталоги появления кометы Галлея и новые книги об истории Китая, то куда делись прежние? Не исключается, что их могли попросту уничтожить. Не должно было остаться ни следа, по которому кто-нибудь заподозрил бы неверность хронологии древней цивилизации. Более того, по версии Уве Топпера иезуиты придумали трюк, который немецкий исследователь называет историографическим и еще довольно популярным у фальсификаторов. Он был необходим, чтобы объяснить, почему не сохранилось многое с древних времен. Нужны были особенные врезки, чтобы объяснить, почему в истории есть пробелы. Например, были акты сожжения книг, а после этого все начинается заново. Можно придумать, что могло бы быть до этого, ведь все равно нет никаких доказательств. Этот историографический трюк иезуиты также открыли Китаю. Придумали, что во втором веке до Рождества Христова китайский император дал указание собрать многочисленные рукописи и сжечь их. А потом новая история. И как все было на самом деле, мы не узнаем. Но это именно та уловка, которая применялась снова и снова. Все эксперты по истории древности сходятся в том, что старинные документы существенное доказательство истинности тех или иных событий. Но когда из огромного количества сохранившихся текстов только один датирован, как и происходит с китайскими историческими источниками, то как узнать, что было на самом деле? В истории не принято рассматривать одно конкретное событие. Необходимо как-то совмещать множество доказательств. Но мы должны помнить, что в древние времена информацию было не так просто обрести. И что документы были написаны не точно в то же время. Всегда есть путаница. И историки должны разбираться в этих вещах и находить, во что верить, а во что нет. В 1900 году среди исследователей истории древних цивилизаций ажиотаж. Представители многих ведущих музеев и институтов стремятся попасть в китайский город Дуньхуан. Здесь в пещере обнаружены уникальные старинные материалы. Само открытие этого комплекса очень интересно и является тоже своего рода случайностью, подарком истории. Потому что случайно обнаружена была эта библиотека в 1900 году настоятелем монастыря храм Магаоку назывался в Дуньхуане. Он лично проводил реставрацию и очищая фрески от песка обнаружил однажды пустоту за стеной. Он ее вскрыл и там оказалась целая библиотека так называемая библиотечная пещера ее потом назвали. Она была заполнена рукописями. Открытие библиотечной пещеры приносит городу всемирную славу. Рукописи, как было определено исследователями, создавались в период начиная с 4 века. Но эта цифра очень приблизительна. Потому что датировка есть только на одном документе. Обозначен тысяча второй год. И то, что указано точное время создания рукописи это уникальный случай. Но самое главное проставлено имя правящей династии. И такая находка одна на миллион. Это очень редкий документ. Потому что полные даты как раз с указанием династии, с указанием точного года правления и затем уже идут циклические знаки. Такого рода датировка встречается очень редко. Как правило ограничиваются циклическими знаками. Вот они два. А здесь уже вот указано Да Сун Сяньпин Муниэль. Пятый год девиза Сяньпин великой династии Сун. И все. Больше никаких дат. Ни на одной рукописи. Выстроить точную хронологию по таким материалам невозможно. Примерно такая же ситуация с археологическими находками. Длинная история цивилизации поставила китайских археологов в незавидное положение. У них нет достаточных доказательств древности своей страны. Ведь все артефакты обнаруживаются близко к поверхности Земли. Какие инструменты мы используем для определения датирования, хронологии и истории древнего мира? У нас есть несколько инструментов. Археология. Мы раскапываем те места, где находились разные города, чтобы понять, что происходило в каждый период истории. Верхний слой самый новый, а нижний самый древний. Так, если мы погружаемся в этот слоеный пирог времени, мы обнаруживаем разные артефакты. Сенсацией 20 века стало обнаружение огромнейшего хронения тарракотовой армии. Более 8 тысяч глиняных статуй китайских воинов и лошадей находилось под землей недалеко от гробницы императора Циньшухуанги. Погребенные скульптуры это часть мавзолея. Как известно из официальных источников, 700 тысяч рабочих и ремесленников 38 лет работали над изготовлением глиняной армии. Пехотинцы, лучники, конницы. Каждая скульптура отдельные произведения искусства. Из 8 тысяч нет ни одной похожей. У каждой уникальные черты и даже выражение лица. Раскопки захоронения тарракотовой армии начались в 70-е годы прошлого века и периодически возобновляются. В 2000 году обнаружен еще один склеп. Там находятся статуи музыкантов, акробатов и чиновников. Есть предположение, что при возведении мавзолея заживо были похоронены десятки тысяч рабочих и 38 наложниц императора, но пока доказательств этого не обнаружено. Считается, что произошло все это во втором веке до нашей эры. Но датировка очень условная. А глубина захоронения небольшая, всего-то 5 метров. Они делали очень много раскопок, находили прекрасные вещи. Вспомните о терракотовых войнах. И это древняя китайская культура до династии Минь. Но мы не знаем, насколько раньше нее. Это единственный камень преткновения нашей проблемы. Мы не хотим сказать, что не было античности, что не было бронзового века и так далее. Они были. Но когда это было? Это единственный вопрос критики хронологии. Мы не знаем, когда это было. И на самом деле нет полезных физических методов, чтобы установить возраст этих предметов. Более категорично подходит к анализу древней истории Китая московский ученый Глебносовский. Он часто бывает в этой стране и на месте занимается исследованиями археологических находок. В основном все, что находят китайские археологи, 99%, это подделки. И это хорошо узнают сами китайцы, и они сами знают, и историки китайские знают, что все китайские музеи набиты подделками. И археологи китайские это некая школа, которая в общем-то занимается совершенно откровенной подделкой древности и выкапыванием. Закапывая, выкапывая, закапывая, вот их деятельно. Я сам читал лекции про китайскую историю перед огромной аудиторией китайских профессоров. И ко мне потом все китайцы подходили и благодарили. И они всем мне говорили, что мы знаем, да, что наши историки все неправду пишут. Существует несколько методов датирования, по которым и ориентируются научные эксперты. Вся официальная информация построена именно на них. Один из популярных – дендрохронологический метод. На него очень часто ссылаются историки и археологи при датировании событий. Но что удивительно, у климатологов он уже 200 лет считается устаревшим, поскольку дает ошибочный результат. У нас есть вот этот метод дендрохронологии, когда по спилам, по ширине колец деревьев определяют температуру. Но это очень неточный метод, он не всегда работает. И самая курьезная ситуация заключается в том, что если мы берем последние 150 лет, да, вот мы берем 150 лет, у нас есть инструментальная съемка температуры, и берем современные кольца деревьев, современные деревья вот за последние 150 лет, то есть сколько колец – 150 колец, да, берем. И мы не видим роста температуры. Факт заключается в том, что потепление климата не отражается в кольцах деревьев современные. Это подтверждает, что исследование по кольцам деревьев, то есть дендро-хронологический метод, дает серьезные ошибки и в определении климата в тот или иной исторический период, и в обозначении дат событий. Но тем не менее, археологи прибегают к дендро-методу. В том числе он активно используется при датировках Древнего Китая. Ярким примером, насколько такого рода исследования не верны, является ситуация с установлением хронологии Великого Новгорода. В этом городе долго, в течение почти 400 лет, стелили мостовые деревянные, которые утопали в болоте и хорошо там сохранялись, то есть бревна спиливали и сделали из них гадь. Потом они, когда уже немножко утопали, следующее спиливали деревья и следующее в бадь. Значит, теперь, когда археолог выкапывает весь этот слоеный перо мостовых, он берет спилы и смотрит, сколько лет настилался этот слоеный перо. Официальная дата образования Великого Новгорода – 859 год. Он один из древнейших городов России. В связи с исторической значимостью все археологические находки и памятники архитектуры подвергаются экспертизе. Самые ранние из исследованных мостовых на территории современного Новгорода датируются 930 годом. Археологи в данном случае применили как раз спорный дендрохронологический метод. Конечно, им хочется как можно дальше протянуть новгородскую историю. Но уж, по крайней мере, с 11-го, 12-го, там уже много событий в летописях. Ну, а про более древние слои, можно сказать, что мы истлели. Что вы хотите. Ну, по крайней мере, с 12-го им хочется протянуть. Вот, но, смотрите, вот этот слой мостовых покрывает 400 лет. 400. Значит, если мы на 11-й век накладываем начало, то конец попадает в 15-й. В 15-й. Спрашивается, а где остальные века? 16-й, 17-й, 18-й. Что мостовые перестали стелить? Значит, историки заявляют, нет, но истлели. Вот все более поздние истлели там. Так случилось. На самом деле, совершенно неубедительное утверждение. Почему вот эти вот с 11-го по 15-й сохранились, а последующие истлели без всякого следа. В США, правда, тоже хронологию страны расписали по кольцам деревьев. Но всего лишь для развлечения. В знаменитом национальном парке Секвое растут самые огромные деревья в мире. Один из секторов парка так и называется – гигантский лес. К примеру, в Секвойе с именем генерал Шерман около полутора тысяч кубометров древесины. Больше дерева нет на земле. Возраст генерал уже перевалил за 2000 лет. Там же, в гигантском лесу, есть распиленный кусок секвойи со срезами, где отмаркированы все главные исторические события и не только Америки, а всего человечества. Там просто отсчитывают от современности. Вы берете современное дерево, к примеру, ему 200 лет, ну и отсчитываете кольца до любого события. Хотите, там, 1911-го досчитаете. Или кому какая дата нужна, да? Это просто такое шоу. Взяли большой спил и просто просчитав кольца, показали, где какое событие. То есть просто для зрителя это интересно, да? Вы видите, что это дерево, понять, что это дерево действительно свидетель многих событий. Вот, например, когда Магеллан приплыл, это где-то середина дерева, на самом деле. Значит, еще что-то было много-много событий. Ну, это просто такой аттракцион. Всем интересно посмотреть, не более того. Исследователи хронологии находят немало погрешностей в летоисчислении. Неточности могут измеряться несколькими веками. Такая ситуация наблюдается в разных частях света. Хериберт Иллик сопоставлял хронологию стран всех континентов и у многих обнаружил приписки времени. В Армении самым великим ученым был Хоринаци, Мофсес Хоринаци. По его собственному признанию, он жил тремя веками ранее, до начала лета исчления. Армяне до сих пор не могут объяснить, что он имел в виду. Он жил в пятом веке, а до восьмого века его никто не цитировал. Что-то не совпадает. Это свидетельство того, что армянское летоисчисление тоже было растянуто. Этот Хоринаци появляется в двух разных временных пунктах, и никто так и не понял, каким образом. В Индии есть тоже временные отрезки, не подтвержденные археологическими находками, если ориентироваться на христианскую хронологию. Обнаруживается временная дыра. То же самое в Индонезии, это можно доказать. То же самое в Китае. Итог деятельности в Китае монашеского ордена из Ватикана – огромные труды по истории и хронологические своды, которыми пользуется весь мир. Туда вошли описания династий, перечень и хроники правления императоров. Придуманы они или нет, но других материалов не имеется. Как выяснилось, греки вообще не стремились фиксировать свою историю. И это очень странно. Эта древняя цивилизация считается наиболее развитой. Там известных имен больше, чем где-либо. Философы, поэты, историки. Но выявить достоверно начало отчета Древней Греции и ход истории невозможно. Точно так же, как и определить хронологию событий, которыми она знаменита. История Олимпийских игр, судя по всему, очень сильно удлинена. То есть, то, что Олимпиады были когда-то придуманы и отчитывались, это однозначно, потому что, ну, в общем-то, это зафиксировано практически во всех источниках. То, что они были наполнены играми, это, скорее всего, так и есть, потому что они так и были, и задумывались. Игры должны были наполнять Олимпиаду. Но вот когда и где это происходило, и как долго, с чего началось и когда закончилось, это вопрос далеко не такой очевидный, как кажется. Словом, Олимпиада у древних греков обозначался промежуток в 4 года. Но это не был период между Олимпийскими играми. Во время Олимпиады могло быть и 5 игр, а иногда и вообще не проводилось соревнование. Они начали считать как бы свое линейное летоисчисление от Олимпиад. Скажем, там, значит, все знали точно, что там, скажем, во второй год 33-я Олимпиада, и для них это совершенно ясная дата. Понимаете? Но когда проводились эти Олимпиады, мы точно не знаем вообще на самом деле. По крайней мере, это точно неханологизировано. Хотя имелось в виду, что они проводились с определенной периодичностью, скажем так, раз, несколько лет. Хотя могли делать и чаще, если хотелось. Летоисчисление по Олимпиадам называют первым в истории человечества календарем. Такой отсчет времени греки применили еще задолго до введения эры Рождества Христова. Все хронологии начинались от какого-то там царя, ну или какого-то известного им события. И так и писалось. В шестой год правления царя первого произошло то-то, то-то. А в двадцать восьмой год правления царя второго произошло землетрясение. А еще через год произошло там наводнение, засуха, война. Кто-то с кем-то договорился, царь воцарился, кто-то умер. И пока люди жили, которые знали, когда был царь первый, второй, третий, это их устраивало. Но как только уходила информация, это были такие множество линей, без нуля, они висели в воздухе, как только уходило поколение, которое помнило, с чего все началось, все хронологии зависали. Видимо, наиболее успешная попытка это исчисление времени по Олимпиадам. То есть сделали, поставили зарубочку на стене, сказали, вот сегодня это ноль. И от сегодняшнего дня мы начинаем отчитывать все, все время. И это будет всегда, и это должны делать все. Но даже введение первой хронологической линейки не способствовало тому, чтобы сведения о датах тех или иных событий греческой цивилизации дошли до потомков в полном объеме и без искажений. Игорь Куринной, спортсмен, изучая историю Олимпийских игр, наткнулся на огромнейшее количество несовпадающей информации по одному и тому же вопросу. Существуют даже две даты начала отсчета игр, и обе официальные. Обе считаются правильными. Многие исследователи хронологии удивляются, сталкиваясь с таким парадоксом. Я учил в школе, что Олимпийские игры состоялись в 777 году до первого года, то есть в 776 до Рождества Христова. И даже это число подвергается сомнению со стороны современных историков. Дату перемещают туда-сюда в промежутке длиной в 200 лет. Уже с пятого или даже с шестого столетия сохранились свидетельства существования Олимпиад в классической историографии. Я имею в виду не в моих исследованиях. Естественно, это явная фальсификация. Такого никогда не было. Возникшее недоумение у Игоря Куринова по поводу противоречивой информации переросло в желание узнать, как было на самом деле. Он провел серьезную исследовательскую работу, которая заняла около двух лет. Итогом стало написание книги. Но для начала пришлось добывать информацию по крупицам и делать это почти по-шпионски. Как оказалось, в свободном доступе очень мало материалов. И стало открытием то, что исторических документов от древнейшей и одной из самых развитых цивилизаций почти нет. Не потому, что их не сохранилось. Они не создавались. Греки не записывали историю. Нет такого способа. Они даже не знали, когда пало Троя или когда произошел поход аргонавтов. Все эти цифры есть у нас лишь со времен исследований в эпоху Ренессанса или позже, со времен Исаака Ньютона, который очень подробно исследовал эти цифры. А греки нет. И так как греческая история тогда не писалась, нам ее не хватает. И мы не можем сказать, верна она или нет. Мы этого просто не знаем. А как же знаменитые древнегреческие авторы, историки, поэты, философы? Их имена на слуху и, пожалуй, более известны, чем представители любой другой древней цивилизации. Среди них Гомер, поэт-сказитель, создатель поэм «Илиада» и «Одиссея». По официальной версии он жил в 8 веке до нашей эры. Но в своих описаниях затрагивает гораздо более ранние периоды. Исследователь из Германии Хериберт Иллик задается вопросом, откуда Гомер мог о них знать. Подробности из Микенского периода, который был перед самым началом древнегреческого времени, выглядят очень подозрительно. Например, Микены носили кожаные шлемы с изображением кабаньей пасти. И эти шлемы защищали в бою голову. Мы это видим на изображениях Микена Минойского периода. Но если бы такой кожаный шлем положили в гроб, он полностью бы истлел. И Гомер не мог бы видеть такой шлем собственными глазами. Но он описывает его так, как будто тот находится перед ним, тогда как в его время должны уже вовсю были применяться медные шлемы. Почему так? Большой вопрос. Ответы на которые никто не знает. Судя по всему, здесь тоже 3-5 сотен лет фальшивые. Ничтожно малое количество данных о древнегреческих временах еще можно объяснить. Но эксперты сообщают и о том, что более поздняя эпоха – большая загадка. История Греции в средние века, она вообще неведома. Мы ничего не знаем. Там какой-то византийский период, что-то там ходили, шастали какие-то варвые, что-то такое вот было. Это очень может быть на нас сны. Мы не можем этого знать точно. Многие первоисточники существуют в единственном экземпляре и доступ к ним ограничен. На основе чего же историки пишут свои работы о древней, античной Греции? При этом обойти им тему Олимпиад и Олимпийских игр невозможно. Это основные события, которые имеют отношение к зарождению цивилизации. В ходе исследования Игоря Куренова обнаружилось, что ошибки накапливались сотни и даже тысячи лет. Неточности переписывались из одной книги в другую. И так происходит до сих пор. Очень много вскрылось интересного. Я даже не представлял сначала, сколько интересного вскроется, если начать этим заниматься серьезно, а не читать просто книжки, которые написаны и утверждены. Ну, собственно, ничто не может устраивать в той версии, которая сейчас существует. Просто потому, что цифры не бьют. Просто не совпадают. То есть элементарные расчеты. Все даты, которые сегодня мы знаем, это надо тоже очень четко понимать. Они все вычислены. Они не получены из какого-то первоисточника, который был бы вот... Ну, в котором русским по белому или греческим по серому было бы написано, что вот это произошло тогда-то. Нет. Даже Юлий Африкан, который жил, как нам говорят, во времена еще, он был на 200 лет моложе Христа, он жил в 3 веке. Даже он, когда еще Олимпиады, значит, это грандиозное событие, даже он не знал уже, когда они начались. Тем не менее, многие современные историки ссылаются на труды Юлия Африкана. На нем же основывал свою работу в 17 веке Вильям Ллойд, епископ англиканской церкви. Он систематизировал все сведения об Олимпиадах и Олимпийских играх. Его книга особо почиталась исследователями в изучении античной Греции. Но многочисленные столбцы, из которых состоит материал Ллойда, запутывали их. И в итоге распространялась информация с ошибками. Я очень долго ее искал, там целая история была. Наконец-то я ее в Оксфорте я ее все-таки смог приобрести, там, через сложными путями, через Америку. И в этой книге, на самом деле, я почерпнул очень много сведений, которые сегодня канонизированы, но которые можно просто на уровне показать пальцем, доказать, что ложные. Обычно в аннотации книги Ллойда написано, что это одна из первых книг по истории Олимпиад, которые содержат имена всех олимпийских чемпионов с 766 года до нашей эры до 401 года нашей эры. Неоднозначность первой даты Куринома была уже понятна, но и вторая вызывала сомнения. Такой цифры я вообще нигде не встречал, хотя на тот момент я уже был знаком со всеми официальными версиями и неофициальными. И меня удивило, откуда взялась эта цифра. И только когда уже спустя где-то полгода я эту книгу наконец-то раздобыл, открыл, я понял, откуда она взялась. Это последняя цифра последнего столбца в этой книге. Она заканчивается на этой записи. Но это не год. Это не год, это порядковый номер последних игр. И это просто настолько очевидно, настолько понятно, как канонизировано. То есть люди, которые ее раскрыли, эту книгу, посмотрели, на чем она заканчивается. И, посчитав, что это годы, так и записали. И даже историк, профессор Андрей Добролюбский, узнав об исследованиях, Игоря Куринова заявил, чего же вы хотите? Не ждите объективного взгляда на нестыковки в истории от сторонников традиционной хронологии. История – это же такая наука, которая выдуманная на самом деле наука. Может ли называться наукой та область знаний, когда одни и те же факты, это факты, они интерпретированы совершенно противоположным образом. Может такое называться наукой? Нет, не может это называться научным занятием. Значит, что это называется? Культурно-оценочным занятием. Вот мы и оцениваем. Сегодня у нас одно, завтра другое, послезавтра будет третье, скорее всего. Получается, что у ученых, ответственных за содержание учебников, нет такой задачи – расставить все раз и навсегда по своим местам, выявить достоверность или ложность фактов, даже когда это возможно сделать. Книга Вильяма Ллойда с материалами по истории крупнейшей цивилизации вполне может быть исследована, чтобы сопоставить сведения. Тогда бы, не исключено, исчезли некоторые разночтения в информации о Древней Греции. Если бы было история спортивных соревнований, уже давно бы все пересмотрели, посмеялись бы, похлопали другу по плечу, как же мы ошиблись, и написали новые даты. Но на олимпийской хронологии держится вся хронология Древнего мира. Вот в чем проблема. Никто на это не пойдет, никто не будет эти даты менять сегодня, потому что посыпется все, все, что создавалось последние там 150-200 лет. Вся историческая наука, она опиралась на эти цифры. В выстраивании хронологии многие ученые используют метод датирования по затмениям. И в основном в тех случаях, когда нужно понимать, что и в какое время происходило в древности. Древние народы записывали данные о солнечных затмениях. Они использовали их для предсказания будущего. То есть, когда они наблюдали затмения, они делали предсказания о будущем королевства, короля, или чего-нибудь еще. Мы можем найти эти затмения при помощи астрономических программ. Мы можем отсчитать время назад и узнать, когда произошли эти события. Так мы можем датировать правление короля, во время которого произошло затмение. Московский ученый Анатолий Фоменко, основываясь на сведениях о затмениях, также пришел к убеждению, что хронология Древней Греции увеличена искусственно. Анализу подверглась война между Спартой и Афинами, вошедшая в историю под названием Пелопонесская война. Она описана античным историком Фукидидом. Событие он изложил с привязкой к трём затмениям. Описание довольно подробное, хорошее, и позволяет применить к датировке этого затмения астрономию. Получается, дата отнюдь не глубокая древность, не минус пятый век, как мы сегодня знаем из учебника по истории, а получается уже средние века, 12 век или 13 век нашей эры, что тоже сдвигает события Пелопонесской войны из глубокой древности в средние века, в интервал с 11 по 16 век нашей эры. Это, пожалуй, самый радикальный подход к оценке существующей официально признанной хронологии. Фоменко придерживается своей версии лета исчисления. Он разработал так называемую новую хронологию и считает, что первого тысячелетия нашей эры не существовало. А многие события, которые там значатся, нужно переносить на более позднее время. Там их законное место. Теории новых хронологов разошлись по миру и у них выявилось много сторонников, которые также сопоставляют свинья и выявляют спорные моменты в истории. Существует информация о том, что в 431 году до нашей эры в Греции и на соседних территориях свирепствовала эпидемия чумы. Началась она в Эфиопии, затем распространилась на Египет и Ливию и уже потом добралась до Афины. Два года здесь продлилась эпидемия. Умерло огромное количество жителей. Приводятся данные, что население сократилось примерно на четверть. Историк и археолог Андрей Добролюбский, придерживаясь теории новой хронологии, уверен, что эта эпидемия чумы ошибочно приписана к V веку до нашей эры. Он, так же, как академик Анатолий Фоменко, существенно сокращает историю Древней Греции и предполагает, что афинская чума на самом деле это эпидемия, которая бушевала в Европе, Азии и Северной Африке в середине 14 века. Знаменитая чумная пандемия 1348 года, которая скосила вообще более двух третей населения Европы. Вот. Она описана неоднократно в литературе и даже задним числом, скажем, известно, во время чумы. Оно точно совпадает по периоду смещения с чумой в Афины. Была ли чума в Афинах в пятом веке, вот это дело темное для меня, по крайней мере. Наверное, может существовать иная точка зрения, я не знаю. Но по крайней мере описание Фокедидом чумы в Афинах и описание Бокачи чумы во Флоренции до такой степени типологически совпадают, что кажется, что писал один автор. Игорь Куриной с псевдоисторией неразрывно связывает и псевдогеографию. Уже после 1700 года на картах в произвольных местах появляются олимпийские объекты, в которых никогда не проводились олимпийские игры. Это тоже результат большого исследования Куриного. Принято считать, что место проведения античных соревнований Олимпия на Пелопонесе в Южной Греции. Но этому утверждению всего 150 лет. В 19 веке, когда Греция уже вышла из состава Османской империи, немецкие археологи начали поиски Олимпии и через непродолжительное время объявили, что нашли место, где проходили Олимпийские игры. В качестве доказательства предоставив останки сооружения, названного Храмом Зевса. По географии в основном главным источником у них являлся Повсаний. Повсаний это тоже античный автор, который жил еще тоже во времена Олимпиад, ездил, путешествовал, посещал игры, восторгался какими-то вещами, в основном материальными, там, построеками, статуями. Сама статуя Зевса, которая восхищала всех, это одно из семи чудес свет на всякий случай было, ничего там нету, она куда-то исчезла. Статуи, которые описывают Повсаний, там, сотнями, то есть каждый чемпион, он ставил себе статуи, это была высшая форма признания. Никаких статуй, значит, этих нету, их якобы разворовали там люди, там, какие-то готы, варвары, там, в разное время. Ну, то есть, ничего такого, чтобы вот мы пришли, увидели, сказали, ну да, действительно, вот точно, как вот мы читали, вот так оно и есть. Ничего такого там нет. Античный автор Повсаний, судя по его описаниям, хорошо ориентировался в Греции. Но, как оказывается, материалы, которые якобы принадлежат ему, стали известны лишь в 16 веке. С более ранними рукописями Повсания никто не знаком, их нет. И что удивительно, у других античных авторов нет ни одного упоминания о таком, казалось бы, известном человеке. Более того, многое из того, что сообщает Повсаний, можно найти только у него. То есть, подтвердить или опровергнуть сведения этого летописца невозможно. Так же, как нельзя доподлинно установить историю Древней Греции. Это очень спорный вопрос для современной истории. Не для нас, критиков хронологии, а для всех, кто имел дело с Повсанием и другими спорными источниками. Но это палка о двух концах, потому что его описания с географической точки зрения верны. У него описывается Акрополь, но в 16 веке он еще не был разрушен, и поэтому описания могут быть точными. В 17 веке он взорвался. Сейчас мы видим перед собой руины. Он видел еще не руины, но он мог основываться на том состоянии храма, в котором тот пребывал в Древней Греции. Мы никак не можем выяснить, сколько лет всем этим вещам. То, что они древние, понятно, но сколько им лет? Можно было бы в качестве подтверждения старейшего возраста Греции использовать предметы искусства. Они есть во всех знаменитых музеях мира, и многие датируются временем до нашей эры. Но, как оказывается, и об этом говорят научные эксперты, нет никаких гарантий, что это не фальшивки. Перенести. Смотрите, значит, в эпоху Возрождения существовало огромнейшее количество античных подделок. Почему? Дело в том, что с эпохи античности, с античной эпохи, которая была более двух тысяч лет тому назад, скажем так, от нее ничего не осталось, кроме археологических руин, в которых есть какие-то эпиграфические надписи. Пожалуйста, можете их себе изучать, но письменных источников не осталось. Статуя «Богиня, сидящая на троне» в Пергамском музее Берлина. Есть предположение, что изображена Персифона, богиня плодородия и царства мертвых в древнегреческой мифологии. Официальное время создания скульптуры пятый век до нашей эры. Но верна ли датировка? Или это произведение более поздней эпохи? Этими вопросами озадачился Уве Топпер, когда очень внимательно разглядел статую. Я был в Пергамском музее и видел Персифону, и был в восторге от красоты этой фигуры и мастерства скульптора. Часто смотрел на нее, приходил несколько раз и все больше сомневался. И потом мне стало ясно, в ней есть что-то, что мы считаем красивым со времен модерна. Ее лицо и улыбка сделаны по стандартам эпохи модерна. И этого не могло быть у древних греков. Каждый, кто хоть немного занимается историей, понимает, это подделка, замечательная подделка. Но если мы применим к этой скульптуре наши представления об истории древних греков и скажем, что так выглядело доклассическое греческое искусство, то мы попадем в страну фантазий. Однако странно, что никто из специалистов, которые проводят экспертизу предметов искусства, не выявил поддельность скульптуры Персефона. То же самое касается и других произведений, официально числящихся творениями мастеров древних цивилизаций. Но при этом новые хронологи называют их фальшивками. И основываясь на своих исследованиях, говорят, что создавались эти произведения во времена уже нашей эры. Но почему никто даже не пытается пересмотреть даты? Канадский профессор Флорин Диаку считает, что традиционным историкам невыгодно это делать. Если они проверяют определенные события, например, радиоуглеродным методом, и дата оказывается очень далекой от той, которую давно установили посредством традиционной хронологии, тогда они просто не принимают такой результат. Они утверждают, что образец для этого эксперимента был испорчен. и ему нельзя доверять. Но никак не доказывают, был ли он испорчен. Так что традиционная хронология для них это мантра. Это то, что они учитывают в первую очередь. А все, что не подходит к ней, должно быть отброшено. Все, что говорит иначе, отбрасывается. Это тоже неправильный путь, поскольку ты не сможешь никогда сказать ничего нового в хронологии. Флорина Диаку поддерживает исследователь из Великобритании Дэвид Ролл. Он много времени уделяет анализу истории с нетрадиционной точки зрения. Но не ждет, что его версию о наличии ложных временных отрезков у древних цивилизаций все воспримут с восторга. мир ученых очень консервативен. Люди написали тома, объясняя все эти проблемы. Это была работа их жизни. Ученые написали огромное число трактатов о греческих темных эпохах, пытаясь объяснить их. Есть другие ученые, египтологи, которые пишут огромные тома о египетской цивилизации и о том, как это все было устроено, как это все связано. Потому есть законная причина не менять статус-кво. очень трудно поменять что-то так радикально. Когда кто-то пришел к мысли о движении материков, что материки разделились, это отрицалось в течение 20 лет. Прошло 20 лет, прежде чем люди начали это принимать. В качестве дополнительного доказательства гипотезы о более короткой истории древних цивилизаций, в частности Египта, приводятся сведения о знаменитых пирамидах. Эти колоссальные сооружения были построены, как принято считать, всего в Египте. А потом почему-то наступило некое затишье. Несколько тысяч лет ничего столь значимого не возводили. Самые гордиозные памятники древнего Египта датируются самым началом, не самым концом, а самым началом древнеегипетской истории. Ну, это само по себе абсурдно, конечно, потому что всегда люди накапливают знания и строят все больше и больше. А вот египтяне наоборот. Сначала построили пирамиды, а потом уже строили только маленькие пирамиды. А если перенести даты появления пирамид и подобных монументальных сооружений на более позднее время, то отпадут и фантастические версии о их строительстве. Возможно, обошлось все-таки без помощи инопланетян. А возвели их люди, когда уже были для этого технические возможности. Казалось бы, ну почему официальным историкам не исправить многолетнюю ошибку и не признать? Да, египетские пирамиды были построены совсем в другое время. Для нас, живущих сегодня, эта разница не слишком принципиальна. Однако вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Ведь в этом случае придется признать, что и вся история не верна. Вы представляете, какое количество учебников пришлось бы в этом случае выбросить на свалку истории? Сколько научных трудов признать ошибочными? Скольким историкам нужно было бы пересматривать собственные взгляды на то, что так уютно разложено по полочкам академических изданий. Ибо самая первая попытка разобраться в том, как в древнем мире все было устроено на самом деле, приводит к самым неожиданным результатам. А на сегодня, пожалуй, все. Я желаю вам божественного продолжения ночи, космического счастья и вечной любви. В студии РЕН-ТВ был Игорь Прокопенко. До встречи на просторах Вселенной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова